Ну вот, значит, смотрите, вот сегодня, в принципе, я думаю, Сегодня, я думаю, у нас уже все готово для того, чтобы это дело, значит, как бы закончить. То есть вот мы строим, немножко повторю опять, строим, значит, вот компоненты такого рода, значит, вот, у2 лямбда 2 поливеркных полей, знаете, я это буду А называть, А с двинутой на единицу, у3, там есть лямбда 3, А с двинутой на двойку, на минус единицу, на минус двойку и так далее. Вот, и в частности, вот на это должны быть, значит, такая бесконечная последность, на это должны быть какие-то условия, то есть это все, значит, компоненты Тейлора, компоненты Тейлора, L-бесконечность морфизма. Мы хотим, чтобы у1 было тем, что мы знаем, вот отображением Хоушельда Коста-Розенберга, и чтобы, значит, вот старшие как бы продолжали вот это отображение Хоушельда Коста-Розенберга до L-бесконечность морфизма. Напомню, что мораль в том, что Хоушельд Коста-Розенберг обладает тем свойством, что у1 от скобки схота на поле верхних полей, это есть скобка, значит, вот этих соответствующих поцепей плюс некоторое D от U2. Ну, D такое, надо вообще, говоря, писать полное, но так как у нас там дифференциала нету, то можно написать его так, гамма-1, гамма-2. То есть, на самом деле, тут важно, что это как бы верно с точностью до границы, и вообще говоря, это значит, что у1 не является отображением алгебры Ли, но является отображением алгебры Ли на хогомологиях. Напомню, что здесь дифференциал равен нулю, а здесь это дифференциал Хоушельда. Вот здесь именно вот этот дифференциал Хоушельда стоит. Вот, ну и дальше, значит, смысл в том, что вот есть определение бесконечности морфизма, которое мы обсуждали, которое, значит, вот дает высшие соотношения. То есть вот U2, это ровно вот это вот U2, и оно тоже должно удовлетворять каким-то соотношением, когда у нас там есть три этих товарища, то есть, значит, да, то есть мы должны написать U1, там, γ1, γ2, γ3, плюс-минус, ну вот так вот по циклу, да, то есть мы должны написать там U2 от γ1, ну плюс-минус, да, γ1, γ3, γ2, вот, плюс-минус, вот, плюс-минус U2 от γ2, γ3, γ1, вот, и это, значит, должно быть, еще мы должны написать плюс-минус, там, половинка, там, на сумму, тут будет U2 и U1, то есть там надо написать U2 от γ2, γ2, вот, на U1 от γ2, то есть тут мы должны написать там, ну, я не знаю, ну, грубо говоря, это по перестановкам, да, то есть по, я напишу так, так, и ЖК принадлежит группе перестановок, потому что мы берем 1, 2, 3 и переставляем из трех элементов, вот, и тут, значит, у нас стоит еще раз 1, 2, а тут единица на 2 факториала, на 1 факториал, но вот какая-то такая довольно странная вещь, и все это дело, значит, должно быть равно D от некоторого U3, от γ1, γ2, γ3, вот, и так далее, значит, ну, я просто это напомнил, мы обсуждали смысл этого всего, то есть смысл в том, что это мы, если есть там или бесконечность морфизма из γ1, γ2, то это на самом деле отображение некой из резольвенты, свободной резольвенты γ1, γ2 при некотором выборе γ1. Вот, значит, и сегодня мы хотели бы это, значит, дело доказать, значит, я напомню, что решение, которое называется решением Концевича, которое исторически первое, оно заключается в том, что мы пишем формулу некую, как это у n выглядит, значит, оно выглядит так, что это сумма по всем, то, что называлось допустимым графом, w γ умножить на u γ, вот, у n от γ1, ну, вот, давайте я напишу вот так, то есть правильно написать так, у n от γ1 γn от f1 fm равняется сумме по всем этим графам с вершинами n вершин первого типа, n вершин второго типа, и тут, значит, с точностью каких-то рациональных чисел, которые есть коэффициенты, тут, значит, стоит w γ умножить на u γ от этих самых γ1 γn f1 fm, где, значит, вот это вот u γ, это очень простая вещь, она строится по теории инвариантов, как мы много раз уже тут обсуждали, а вот это, это некая наиболее загадочная часть, это комплексное число, которое, значит, есть интеграл, ну, вот, только с точностью тоже до каких-то там, да, то есть тут надо написать уже, давайте напишем культурно, значит, это интеграл с некоторым коэффициентом рациональным, единица на star v факториал, то есть по всем вершинам нужно взять вот количество исходящих ребер из вершины, это называется star v, вот, и мы должны поделить на соответствующий факториал, нужно еще поделить на 2π в степени 2n плюс m минус 2, 2n плюс m минус 2, и тут уже написать замечательный наш интеграл по cnm плюс там вот этому пространству, то, что есть то же самое, что интеграл по компактификации, вот, интеграл, а тут внешнее произведение по этим ребрам, а тут написать нужно d, f, e, где про это вот d, f, e, это вот то, что функция, которую мы в прошлый раз определили, да, через вот некое допустимое отображение того, что называется глаз, которое есть c2, 0, бар, вот это вот глаз, и вот это некая функция в окружность, вот, которая на этой окружности, ну, как бы сохраняет угол, ну, одну, по-моему, верхнюю она должна была переводить в точку, вот эту вот в точку, сжимать, например, в точку 0 на окружности, ну, 0 в смысле угла, а вот эта вот нижняя, она должна растягивать на всю окружность, растягивает, ну, и должна быть, соответственно, гладкой на каждом страте, то есть страты тут вот, ну, понятно, что такое страты, вот это точки, значит, страты одномерные, их 3, вот, растягивает на страте, все, s1, причем, если вот здесь вот можно корректно сказать, что такое сохранение угла, потому что вот то, что стоит тут, оно отождествляется вот это вот, это c0, то есть не c0,2, а c2, то есть это как бы две точки, z1 не равно z2 по модулю az плюс b, где а вещественная, положительная, а b комплексная, вот такая трехмерная группа, то есть у нас получается одномерное пространство, и на этом одномерном пространстве, естественно, угол корректно определен, потому что действие этой группы сохраняет и вклидов угол. вот, ну вот, и значит, вот любое такое нам годится, я просто напомнил, ну, там был некий пример такой функции, который выглядел таким образом, что мы берем точку p и точку q, вот если это ребро наше, мы как бы… да, то есть вот еще раз, то, что тут написано, это означает следующее, что по-хорошему тут нужно написать p и обратный образ, где, значит, p и это отображение из cnn, c2,0, ну или же в c1,1, в зависимости от того, обе вершины этого ребра как бы второго, первого типа или одна из них второго, вот, тут у нас есть вот эта вот форма φ, которую я опять-таки и ту и другую буду обозначать, это самое φ, вот она, собственно, тут определена на этой части, а c1,1, это вот, собственно, вот эта вот нижняя вот эта часть, это как раз c1,1, поэтому одно из них является подмножеством, да, поэтому если мы уже определяем что-то здесь, то вот, то мы как бы определяем одновременно и здесь, вот, и мы берем, значит, вот обратный образ, то есть можно считать, что вот это вот у нас π, ну ладно, и потом мы все эти обратные образы перемножаем по всем ребрам и так далее, то есть вот есть некоторый пример, который обсуждался, там, как можно написать явно такую форму, вот если есть точки p и q, можно написать, вот, нарисовать полуокружность через них проходящую, которая ортогонально вещественной прямой, вот, это y равно нулю, как бы прямая, вот, и, значит, это как бы геодезическая в плоскости Лобачевского, вот, и можно нарисовать тут вертикальную прямую, которая геодезическая с точкой бесконечности, и тут будет, значит, некий угол φ, и вот φ равно, такое φ равно d такого φ от p, q удовлетворяет вот этим условиям. В частности, вот то, что вот условие, что оно вот здесь вот равно нулю, означает, что если мы вот эту точку p начальную поместим напрямую, то у нас должен получиться ноль, и у нас действительно получается ноль, потому что вот геодезическая, она ортогональна этой прямой, и это тоже ортогонально. Ну вот, ну то есть вот такая вот история, значит, и таким образом сейчас это сегодня это все должно заработать вместе и сообща, и мы, значит, должны получить то, что мы хотим. Давайте вот мы вот используем эту доску для того, чтобы написать… С2, да, вот с одним аргументом, не два ноля, а С2, да. Ну, которая замкнута, поэтому можно С2 бар не писать. Но это предельные точки, да, когда две точки сближаются друг с другом, вот две вдали от там вот этого вот дела. Нет, ну то есть это интерпретация вот в этом смысле, да, а вообще говоря, это вот то пространство, да. Но вот когда они сближаются, то угол становится эвклидовым. То есть мы как бы… вот это условие означает, что хоть вот здесь вот глобально угол не эвклидов, в случае сближающихся точек угол эвклидов. Вот, и как-то так. А это, собственно, означает, что вот это условие означает, что мы хотим, чтобы если в графе было ребро, которое торчит вверх откуда-то вот с этой вот прямой, то мы хотим, чтобы это давало нулевой вклад. Ну, практически больше тут ничего нету на самом деле. Потому что вот вторая вот эта вот штука, которая не ноль, это как раз вот ребро, которое торчит таким образом, и оно должно давать не нулевой вклад, а то нулевой. Ну вот, значит, давайте мы попробуем написать, что мы хотим доказать. Вот, но мы, значит, хотим… не знаю, хватит ли здесь места, но давайте попробуем… нет, наверное, все-таки не хватит. Давайте здесь напишу. Вот, то есть мы хотим доказать, значит, что хокшниковская граница у n от гамма 1 гамма n от f1 fn равняется, ну, с точки зрения до знаков пока все будет происходить, равняется сумме по i меньше g, тут надо написать у n минус 1, тут надо написать гамма i гамма g, вот, гамма 1 без гамма i без гамма g гамма n, вот, и плюс-минус тоже. Вот, и последняя, значит, штуковина – это скобка Дерсенхайвера, это, значит, пишется так, плюс 1 вторая сумма по ab больше равно единица a плюс b равняется n, вот, и тут надо написать, значит, уа от гамма сигма 1 гамма сигма а, скобка с u b гамма сигма а плюс 1 гамма сигма n, вот, то есть сумма должна быть еще по этому и по всем сигма, которые есть в перестановке из симметрической группы, и тут еще надо написать факториалы вот такие, один факториал, и, наверное, поставить знак плюс-минус, и тут закрыть скобку Дерсенхайвера. Вот, ну, в общем, все это вот понятно, вот это вот такое условие, единственное, что тут стоит выписать, для, имея в виду это доказательство, стоит выписать вот явное выражение для этой формулы, ну, давайте я где-нибудь повыше лучше сделаю. То есть просто я напомню, что d вот у n от гамма 1, там, тут неважно совершенно, что это от гамма 1, тут это любая хокшиллевская концепь, вот, оно равно f1 умножить на o1, o n от гамма 1, гамма 1 на f2 fn, да, вот, плюс сумма плюс-минус по i, сейчас поймем, у n гамма 1 гамма n, а тут, значит, f1 на fi fi плюс 1 на fm, вот, значит, сумма, значит, про i с i от 1 до m минус 1, вероятно. Вот, и последний член, это вот тоже экстремальный член, когда вот fm выходит за знак, да, то есть у n от гамма 1 гамма n от f1 fm минус 1, вот, и это все умножить на fm. Вот, ну и дальше, значит, еще вот эта одна вещь, которая просто такая, не, ну мы это все обсуждали, как бы, поэтому, если кто пришел первый раз, не надо думать, что это вот мы сегодня, ну, не весь семестр, можно сказать, про все это говорим тут. Вот, потом, значит, единственное, что тут еще есть некое, вот, как Максим об этом пишет, и, кстати, очень, по-моему, разумно, он говорит, что вот и скобка гамма и гамма g, вот, она равна, как бы, разности, такого типа гамма и, там некая, значит, такая вот кружочек гамма g минус плюс гамма g кружочек гамма и, где сам этот кружочек, это операция, это оператор второго порядка, не первого, но, тем не менее, значит, это так, точно так же, как для скобки векторных полей, вот, и, да, и поэтому, значит, вот это вот, если мы можем, мы перепишем вот первую линию, да, вот это вот, мы напишем просто и не равно g, и здесь напишем вот такую вот скобку гамма и с гамма g, вот, ну, просто это нечто, что мы на самом деле, я не буду там уже изменять, но вы просто имейте в виду, вот, то есть, это вот операция, она в тех терминах, которые вот у нас были, что мы рисовали там поливекторное поле гамма 1 вот так, например, и поливекторное поле гамма 2 вот так, там, у которого были там выходящие вот эти его ноги, ну, и подразумевается, что тут есть еще функции, то есть, которые мы как бы не рисовали пока, вот, то вот эта вот операция, гамма 1, гамма 2, это дифференцирование гамма 1, гамма 2, то есть, формула для нее, как бы такая, одна из ног, то есть, из несчетных аргументов гамма 1 должна дифференцировать гамма 2, то есть, это означает, что гамма 1, там, гамма 2, ну, просто, что-то я даже не очень понимаю, как лаконично это все выразить, конечно, но это, несомненно, выражается, вот, то, что я только что сказал, вот, да, а, ну, вот, ну, да, то есть, не выражается, ну, да, то есть, вот правильно написать вот так, что вот эта вот операция, это сумма d по d в си и тоя первого поля умножить на d по d x и того, да, второго поля, то есть, вот, где гамма, ну, гамма, как бы, там, как бы 1, например, это некая функция, там, ну, сумма, там, некоторых функций от x1 первых, там, xn первых, там, да, на, соответственно, d по d x и 1, там, первое, то есть, это вот такие нечетные перемены, вот, на d по d x и там какое-то татая. Вот, то есть, мы как бы дифференцируем первое поле по вот этому кси, которое мы рассматриваем как аргумент, а второе поле мы, наоборот, дифференцируем освободившихся x-ом. То есть, тут используется, что вот такое вот выражение d по d x и и т на d по d x и т, оно, как бы, сумма по i, оно является инвариантом, и оно канонически определено и не зависит от выбора координат. Поэтому мы можем его, как бы, использовать. И мы, собственно, во всех вот этих вот определениях у гамма, вот где-то тут было написано, вот, вот этого, мы ровно вот этими инвариантами и пользуемся. Вот, это значит одна вещь. И вторая вещь, что точно так же можно записать скобку Герсон-Хаббера, и мы, собственно, вот это на самом деле и делали, когда мы ее определяли. То есть, можно написать, что вот там, я не знаю, φ и ψ для двух по цепи Хокшильда равняется там некая φ-ψи минус плюс ψ-φи, да? То есть, где это как бы, вот, если это есть коцепь вот наша, допустим, φ, то мы подставляем всеми способами коцепь ψ вот в один из аргументов вот этой коцепи φ и получаем вот некоторую большую коцепь, у которой там m1 плюс m2 минус один аргумент входной, понятно, да? Ну вот, собственно, вот просто вот такие подстановки, это вот такая вот вещь. В общем, все, что нам надо иметь в виду, я сказал. Вот, теперь начинается, собственно, доказательство, которое будет использовать все, о чем мы до этого говорили. Значит, оно устроено следующим образом. Вот нам надо доказать, вот для любого n, надо доказать вот это, вот это тоже, то есть вот это вот для любого n, больше либо равно единице. Надо вот это доказать. Но вот давайте напишем просто, вот смотрите, каждая вот эта уитая, которая тут бывает, они вот задаются такой формулой. То есть у нас теперь есть некоторые выражения, вот от, ну давайте только я напишу чуть по-другому. Я напишу тут вот минус, и тут напишу равно нулю. Вот. Ну вот, и нам надо доказать вот это вот тождество. И вот если левую часть обозначить через звездочку, то у нас получится, что звездочка, она равна сумме некоторых коэффициентов с гамма штрих на у гамма штрих от гамма 1 гамма n от тех же самых векторных полей f1 fm. Это, в общем, один из самых ключевых моментов. Значит, где гамма штрих это граф с n первого типа вершинами, m второго типа и 2n плюс m минус 3, не минус 2, вот здесь вот было 2n плюс m минус 2 ребра, вот, если n вершин первого типа m второго, а тут 2n плюс m минус 3 ребрами. То есть ребер становится на единицу больше. Более того, мы скоро увидим, что c гамма штрих это квадратично линейное, то есть это мы даже не скоро увидим, это мы сейчас прямо увидим, квадратично линейное выражение, линейное выражение с национальными коэффициентами над q от вот этих w гамма. То есть на самом деле у нас вот получается, что вот если мы возьмем левую часть этого тождества, про которую нам нужно доказать, что это 0, то уж по крайней мере это некая вот такая вот штука, где мы имеем те же самые операции у гамма штрих, за тем исключением, что гамма штрих это графы, в которых на единицу меньше ребер, а сами они определяются по графу точно так же. И вот эти вот коэффициенты, про которые надо доказать, естественно, что все c гамма штрих равны 0. Что все c гамма штрих равны 0. Вот, но по крайней мере мы можем это написать вот таким вот образом, совершенно канонически и единственно. Ну вот, собственно, да, вот в этом, значит, первая идея. Ну и совершенно понятно, как это, в общем, сделать, почему это верно. Это элементарный факт, тут никакой мистики нет. Мистика, она, ну, своего рода мистика, она будет вот, когда мы начнем уже с вот этими c гамма возиться, это факт совершенно элементарный. Ну, просто вот мы можем посмотреть на каждый член вот этого тождества и увидеть, что на самом деле графы, которые тут фигурируют, содержат 2n плюс m минус 3 ребра. Ну, давайте мы попробуем, что ли, это каким-то образом показать. Я не знаю, давайте что-нибудь сотру. Ну, вот, то, что тут написано. Как-то это доска центральная, туго идет. Надо, наверное, смазать машинным маслом. Ну, я думаю, что это точно так же, как когда замок туго поднимается, можно просто там машина… Что? Что там? Ну, так вот ролики и надо смазать. Ну, может быть, то есть будет заведомо. Может быть, будет и положительный эффект, я не знаю. Не, ну, я уверен, что есть люди, которые это умеют делать на самом деле. А? 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 Еще раз? А, кстати, может быть, очень дорого. Не, ну это же какие-нибудь не нашимские, наверное. Ну, бывает очень. Это хорошие доски. Тут просто, ну, проблема в том, что тут по умолчанию прилагается плохой мел, поэтому на них на самой лучшей доске такой мел будет плохо писать. Ну, вот с хорошим мелом, ну, очень приятно на ней писать. Это очень хорошая доска на самом деле. Ну, вот, значит, почему, почему у всех гамма и гамма и гамма и гамма и гамма. Ну, это вот просто надо взять каждый член, который тут фигурирует, и посмотреть. Ну, давайте просто это сделаем. Начнем, например, вот с хокшильдовского члена. Вот у нас, значит, вот, например, возьмем вот это выражение. Как оно выглядит как граф? Вот тут есть, значит, F1. Это просто вот одна точка. Чтобы написать это как граф, это значит, вот просто одна точка, самая левая, в которую никакие ребра не входят. Вот, а здесь вот есть, вот это как бы один, а тут есть два, так далее, N. И тут есть некоторый, значит, вот некоторый такой граф. Тут вот эти вот один, так далее, N. Эти поливекторные поля. Тут какой-то вот такой вот граф. То есть этот член графически выглядит вот как-то вот так. При этом вот этот вот граф, который тут стоит, он допустимый. То есть он имеет 2N плюс M минус 2 ребра, только надо понимать, что M в нем это M минус 1. То есть вот у этого графа, гамма, у него N первого типа вершин, да, M минус 1 второго типа. Ну и, соответственно, 2N плюс M минус 1 минус 2 ребер. Ну, потому что вот как бы 2N плюс M минус 2, но M в нем это M минус 1 ребер. Вроде бы это верно. Вот, по крайней мере, похоже на то, что это верно. Вот, ну хорошо. И тут мы, значит, да, да, хорошо, вот. Ну и казалось бы, что мы просто вот это вот число можем написать как 2N плюс M минус 3. Ну и поэтому вот этот вот граф, сюда ничего не входит, там никаких ребер, потому что иначе бы мы не получили F1 умножить на что-то. То есть если у нас как бы есть общая мысль, что если у нас есть как бы 2 графа, вот один следует за другим, которые совершенно не связаны, то есть ситуация выглядит так, да, то то, что мы как бы получаем, если мы это рассмотрим как гамма некая, которая вот, и посмотрим у гамма, да, вот это будет там гамма 1, это будет гамма 2, и это вот гамма, это, соответственно, гамма 1 вот таким вот образом дизъюнктная с гамма 2, то у гамма там от чего-то, чего-то, это просто там от F1, F там M, вот здесь, допустим, будет M1, а здесь от M1 плюс 1 до M, то, соответственно, понятно, что, ну и тут, соответственно, тут какие-то определенные гаммы, допустим, гаммы-гаммы, а тут, допустим, гаммы-штрихи все, да, чтобы не париться, то совершенно очевидно, что вот это вот дело, оно будет равняться у гамма 1 от гамм, вот, и тут от F1, Fm, вот, умножить на у гамма 2, тут будут соответствующие гаммы-штрихи, а тут Fm плюс 1, M1, извините, M1 плюс 1 на Fm. Вот, ну это общая штука, просто как мы определяли это у гамма, если это два несвязанных куска, то мы, грубо говоря, вот эту вот процедуру спаривания с помощью инвариантов независимо определяем для первого, для второго, потом, когда мы перемножаем по всем вершинам, мы получаем в точности вот это. Вот, поэтому мы получаем вот для этого, что это 2N плюс, ну вот этот случай, когда функция уходит в конец, он абсолютно аналогичный, просто то же самое, но вот можно посмотреть, например, вот этот случай. Не, вообще довольно удивительно, ну, с одной стороны, конечно, вот это, если бы вот, ну, в этом понятно, что это концептуально следует, что так должно быть, если мы знаем, что эта задача решается, эта задача теории поля, но вообще говоря, конечно, это любопытно, да, вот если бы вот мы бы вот что-то бы вот увидели, что это так, является ли это знаком того, что задача, это задача теории поля или нет. Вот как-то так, какой-то индикацией, может быть, является на самом деле. Ну вот, ну да, ну, значит, вот, вот этот член промежуточный, ну, знаешь, как мы его видим, вот у нас есть, смотрите, там есть какой-то граф, как-то тут эти ребра устроены, и вот, вот много тут, да, может быть, и вот какое-то, значит, итое ребро, вот это итое точка какая-то, и мы в нее сажаем f итое на f и плюс первое, а тут везде будет f2, fm, то есть тут вот сажаем произведение. Ну, значит, если мы теперь спрашиваются, что такое вот соответствующее у гамма штрих вот от такого графа, да, но мы, то есть нет, то есть это у гамма, как это, то есть вопрос такой, как вот это вот расписать, как у гамма штрих с какими-то коэффициентами, да, ну, понятно совершенно, что мы дали, то, что мы вот дифференцируем произведение f1, f и, f и плюс 1. То есть теперь, если мы вот эти вот f1, так далее, f и, f и плюс 1 напишем как положено, по отдельности, то у нас просто часть вот этих входящих стрелок должна закончиться на f и, и часть на f и плюс 1. То есть мы просто любым способом разбиваем, ну, на две группы. Это реально это правило Лебница. То есть то, что у нас тут стоит, это вот такая вещь, dg1, dg2, это вот частные производные там, по соответствиям, dgk, и это все применяется к f и, f и плюс 1. Ну, понятно, что это то же самое, что там сумма по a плюс b равняется k, и тут мы берем d, там, и, ну, я не знаю, тут они еще же какие-то, ну, давайте напишем, g штрих 1, dg штрих 2, так далее, dg штрих, а, в смысле штрих, потому что они же не подряд идут, да, примененное к f и умножить на dg штрих a плюс 1 на dg штрих, там, k, примененное к f и, примененное к f и плюс 1. То есть это написано ровно это, и поэтому вот мы берем вот эти вот входящие стрелки, которые на самом деле ничто другое, иное, чем вот это вот, и разбиваем их на две группы. Не обязательно с сохранением порядка, конечно. То есть у нас вот получится, что часть стрелок будет сюда опущена, а часть стрелок сюда. Таким образом, что когда мы эти две точки слипнутся, мы получим вот такое вот. То есть это нужно сделать всеми возможными способами, и мы получаем таким образом графы гамма штрих, и давайте посчитаем, сколько у этих гамма штрих, значит, сколько у этих гамма штрих ребер, вот, и вершины этого всего. Значит, вот у этого вот, вот это мы знаем, что это допустимый граф. То есть, значит, у этого графа, у него опять m минус 1 вершина второго типа, n вершин первого типа, первого типа, и, соответственно, 2n плюс m минус 1 минус 2 ребер. Вот. Ну, на самом деле, то, что мы получаем тут, это вычисление ровно такое же, потому что у нас просто m увеличивается на единицу, а количество ребер остается неизменным. Поэтому мы просто пишем, что это 2n плюс m минус 3 ребер, да, то есть это то же самое. Вот. Но тут интересно, что вот чему равен соответствующий коэффициент. Вот у нас получается сумма, сумма вот именно вот эта часть, гамма штрих, у гамма штрих, и тут стоит некая c гамма штрих. Вот для того, ну, c, не c, давайте как-то по-другому напишем, там альфа гамма штрих. Некоторый коэффициент. Понятно, что альфа гамма штрих, оно просто равно c гамма для любого, для c, вот, вот, если вот это гамма штрих, а вот это вот гамма от гамма штрих, да, то есть вот когда мы слипаем эти две точки, то это равно c гамма от гамма штрих для любого гамма штрих. Вот. То есть это, на самом деле, тот же самый коэффициент, который мы имели тут, просто мы его как бы разносим по различным способам дифференцирования по правилу Лебенца итерированных. Ну вот, все, значит, с этим первым членом мы показали. У нас есть еще два члена. Надо показать, что в каждом из этих членов у нас будет 2n плюс m минус 2 ребра. Давайте. А, кстати, вот в прошлый раз, там же вроде Кулик говорил, какие-то были проблемы с записью, да? Сейчас все нормально. А, сейчас же вот тут все видно, да? А в прошлый раз только звук, да? Или тоже не? Только звук. Печально, да. А? А, это была ваша ошибка, да? Нет, сейчас. А, в тот раз там был режим депрессионки, и я не очень... В тот раз было невозможно включить. Это было понятно, да, что там просто... Видео можно включить. Видео можно включить, просто... Я не обратил внимание, что там... Всегда там горит депрессионка специально, а оно не горело. Ага, ага. Ну, слушайте, вы не специалисты, все. Это же не топосы. Ага. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, соответственно, 2n-1 плюс n-2 вершины первого типа второго и ребер. И теперь мы, значит, что делаем с этим графом? Вот мы берем одну его вершину первого типа. Вот как-то так. Что-то такое есть. И мы вот эту вершину как бы раздуваем, и на самом деле она становится двумя вершинами. Вот это i и это g, которые соединены ровно одним ребром. А все стрелки от этих гамма-i и гамма-g мы как бы раскидываем между остальными вершинами. То есть мы делаем примерно то же самое, что мы сделали вот здесь с входящими стрелками. Тут мы как бы делаем, у нас вот тут есть, как бы был граф вот этот, вот до того, что он был как бы раздут. Вот тут было какое-то множество вот этих вот входящих стрелок и множество исходящих стрелок. Вот. Теперь мы берем эту вершину, раздуваем ее на две. Потому что вот гамма-i у нас вот теперь и гамма-g, и они соединены одним новым ребром, вот этой как раз вот скобкой, половинкой скобки, о которой идет речь. Ну и мы, кроме этого, должны все входящие ребра и все выходящие каким-то образом разделить между этими двумя точками. И это делается вот совершенно, как там написано, вот было тут, типа как правило Лебница, совершенно произвольным образом. То есть вот мы всеми возможными способами это делаем, и таким образом мы получаем вот этот как бы член. То есть любой такой, ну да, любая такая вот гамма-штрих, она будет происходить из того члена как бы, да? Вот, прекрасно. Но мы теперь просто посчитаем, сколько в нем ребер. Значит, теперь количество ребер E гамма-штрих, оно равняется, понятно, что E гамма плюс один, потому что мы добавили вот это вот одно новое ребро. То есть мы теперь можем сказать, что у нас, значит, у нас получается, что 2N минус 2 плюс M минус 2, что равно 2N плюс M минус 4 ребер, да, было в гамма-штрих, в гамма. А мы теперь, то есть в гамма, а мы теперь в гамма-штрих добавили еще одно ребро, то есть получили, что в гамма-штрих у нас 2N плюс M минус 3 ребер. Вот, из-за этого добавленного ребра. Ну, то есть тоже 2N плюс M минус 3, и последний случай, это случай… Да, кстати, тут вот интересно на самом деле понять, как у нас устроен соответствующий коэффициент C гамма. То есть у нас это вот, вот этот член, он, вот мы можем написать, что у N минус 1, там от этого гамма и гамма G на гамма 1 и так далее, гамма N равняется сумма по гамма-штрих C гамма-штрих U гамма-штрих, там от этого всего. И вопрос, значит, чему равны вот эти коэффициенты C гамма-штрих? Ну, тут как бы ситуация такая, что они равны, они с точностью до 2P, насколько я понимаю, равны исходному коэффициенту. Но это вот мы увидим. Ладно, давайте мы это пока оставим, этот вопрос. Мы это все вот сейчас мы займемся именно этими коэффициентами. Давайте вот рассмотрим третье слагаемое, оно же есть последнее. Значит, это слагаемое выглядит таким образом, что у нас часть как бы точек вот с некоторым своим графом там гамма 1 выглядит вот таким вот образом, а есть еще большой вот граф, у которого, значит, вот что-то вот так устроено. То есть вот это вот у нас теперь, то есть картинка такая, где вот это гамма 1, а вот это вот внешнее. То есть в гамма 1 вот это вот, это как бы единая точка, да, то есть гамма 1, это когда мы вот все, что внутри этого кружка, сжимаем в одну точку, а вот это вот гамма 2. Ну, значит, ну как, вот нам надо показать, что вот в этом вот гамма-штрих, который получился, когда мы вставили вот эту штуку вот в одну из вершин вот этой. Но мы должны посчитать, значит, количество вот вершин первого типа, вершин второго типа рёбер и показать, что у нас снова 2n плюс m. Давайте вот минус 3. Давайте вот это напишем n1, m1 и, соответственно, 2n1 плюс m1 минус 2. Это сколько вот во внешнем графе рёбер. Вот в гамма 2 у нас, сейчас, вот это пусть будет гамма 2, а вот это гамма 2 и есть, а это гамма 1, да. Вот тут, значит, будет n2, m2, 2, n2 плюс m2 минус 2. То есть тотально у нас получается, что у нас 2n1 плюс n2 плюс m1 плюс m2 минус 4 рёбер. Но надо заметить, что количество вершин первого типа равняется n1 плюс n2, а вот с количеством вершин второго типа это не совсем так. Потому что у нас вот есть m2 вершин, как бы, вершин второго типа, первого-второго типа в гамма 2. вот, и есть, да, а я хотел сказать, что вот это вот у нас тоже было вершин. То есть я хотел сказать, что в этом гамма-штрих вершин второго типа это, судя по всему, m1 плюс m2 минус 1, потому что вот это вот была одна вершина, вот то, что вот получается коллапсированием вот этой, всего вот этого вот в точку, одна из вершин в гамма 1, которая no longer вершина, так сказать, да. То есть у нас получается m1 плюс m2 минус 1. Поэтому мы должны просто вот это вот число переписать как 2n, ну, 2n, вот это n, плюс m1 плюс m2 минус 1, вот, минус 3, а это у нас m. Ну, то есть вот, то, что получается 2n плюс m минус 3, то есть везде получается 2n плюс m минус 3. Вот, и таким образом, значит, смысл в том, что мы имеем вот, вот всю вот эту вот левую часть, звездочка, про которую нам нужно доказать, что это 0, она равна с какими-то коэффициентами c гамма-штрих, вот такой вот сумме по гамма-штрих граф вот с 2n плюс m минус 3 ребрами. Вот, то есть надо доказать, что все коэффициенты равны нулю, потому что это нулю равно быть не может в общем случае. Кстати, есть такое замечание, что эти коэффициенты, они не зависят от размерности пространства, вот v, на котором наша формальность происходит, потому они являются просто некими универсальными выражениями от этих коэффициентов w гамма квадратично-линейными. Вот, например, вот здесь вот понятно, что это будет квадратичный коэффициент, да, вот в последнем числении скоб Герсон-Хайбер, потому что у нас одно там w гамма-1 будет в первой части, w гамма-2 во второй, а там они просто перемножатся. Вот, ну то есть это будет вот, а другие члены дадут, судя по всему, линейные зависимости, то есть это будет квадратично-линейное выражение, которое не зависит от пространства v, она совершенно универсальна. Вот. Хорошо. Значит, теперь как мы это будем доказывать? Вот тут начинается самое интересное. Вот нам мы, значит, идея отождествить c гамма-штрих с интегралом по границе вот этого c, n, m от, тут вот по всем ребрам в гамма-штрих, и тут, вот, то есть, ну, с точностью там до каких-то рациональных коэффициентов, типа вот этих обратных факториалов и так далее. Вот, значит, вот, значит, дело в том, что вот эта вот штука, она равна нулю, поэтому если мы отождествим, то we will be done. Вот, а почему она равна нулю? Она равна нулю по формуле стокса для многообразия с углами. То есть вот эта вот штука, вот то, что если мы с этим отождествили, то она уравняется, вот это вот у нас, вот эта зампнутая штука, это многообразие с углами, про которое, значит, как бы верна формула стокса. Ну, может быть, кто-нибудь вот согласится из тех, кому нужно там будет сдавать экзамен. Вот у нас есть пока одно свободное место, насколько я понимаю, об этом рассказать. Я могу скинуть ссылки, вот, но я, в принципе, сам могу об этом рассказать. В этом ничего сложного нету. Вот, но вот тем не менее, давайте на сегодня мы в это вдаваться не будем. Значит, мы рассматриваем дифференциальную форму, которая гладкая в смысле многообразия с углами, вот, в том смысле, что ограничение на каждый страт гладкое. То есть у нас есть вот здесь форма, вот само вот это пространство, оно как бы имеет размерность там некую 2n плюс m, вот, cnm имеет размерность 2n плюс m минус 2. Значит, граница имеет размерность как раз 2n плюс m минус 3. И, о чудо, у нас тут фигурируют графы, у которых количество ребер ровно такое же. То есть мы как бы интегрируем по форму такой размерности, какова размерность границы. Поэтому априори мы можем получить что-то не нулевое. Ну, по крайней мере, скажем так, не тавтологически нулевое. Вот, но с другой стороны мы получаем не тавтологически таки нулевое по формуле стокса, потому что вот по формуле стокса это будет равно вот этому делу от d от этого произведения, ну, с точки там дирационального коэффициента, от d от этого самого p i d φ i. А это, значит, соответственно, ну, замкнутая форма, да, потому что эта форма, она замкнута. Поэтому, когда мы применяем d, мы получаем 0. Это равно 0. Вот, а с другой стороны, значит, мы можем, то есть это у нас 0, а с другой стороны мы можем описывать эту границу совершенно явно. Вот, и в частности ее компоненты к размерности 1. Мы знаем вот эти все граничные страты. Мы сейчас к этому описанию вернемся. Значит, теперь дайте я скажу еще одну идею, на которую бы я хотел, значит, вот, которую очень полезно иметь в виду, прежде чем я продолжу. Значит, идея заключается в том, что один и тот же граф гамма-штрих, один и тот же гамма-штрих, может, не то что может, а это по факту и происходит, приходить из разных слагаемых вот этой звездочки. Вот, ну, это как бы, я даже там себе, вот, в начале я, вот, если мы теперь вернемся к, по-моему, второй лекции, я там что-то пытался вот как бы обзорно нарисовать, я даже себе вот нарисовал какую-то, ну, картинку. Вот, ну, вот можно, не знаю, ну, вот можно, например, взять какой-нибудь граф. Ну, вот какой-нибудь, чертова знает какой. Вот давайте напишем сначала, что у нас есть ву-2. Значит, у нас ву-2 есть для, там, гамма-1, гамма-2. И пусть у нас функций тоже будет две. В принципе, их может быть больше, но функций, но пусть будет две. Тогда у нас есть, значит, вот такие вот графы. Да, такое. Есть вот такое. Ну, или наоборот. Тут надо писать 1-2. Вот, и, да. И есть еще, значит, когда наоборот это 2, а это 1. Вот, то есть вот есть на самом деле такие три графа. Есть еще, на самом деле, если мы делаем это четко по определению, то будет еще вот такой граф, но там оказывается, что кусок с этим графом, он самоуничтожается, поэтому, ну, давайте не будем в это вдаваться. Ну, короче говоря, можно этот граф забыть. Тогда у нас вот в U2 для двух функций есть вот такие вот три графа. Вот, ну и вот можно просто посмотреть на каком-нибудь примере. Вот, например, если мы сюда вот поставим произведение F2, F3, вот для этого графа, в эту вершину, а здесь будет F1, да, то тогда мы получим, соответственно, два графа. Ну, на самом деле не два, мы их получим четыре. То есть мы получим какие графы? Мы получим вот 1, 2, вот, тут мы получим, значит, вот либо такой граф, то есть нет, 1, 2, 3, сейчас, чекаю. Вот, можем вот такой вот получить, да, 3, вот, когда мы вот так дифференцируем, можем получить, когда наоборот, когда, вот, 2, 3, вот. Ну, и можем получить, когда точки, да, то есть когда у нас вот так, тут, значит, будет точка 2, а тут будет 3, вот так. И то же самое, значит, вот, когда вот так и точка, вот. Ну, то есть вот, мы получаем, значит, несколько графов вот из члена DU2, да, вот эти все получаются из члена DU2, то есть как бы границы Хокшельда. Но мы теперь можем посмотреть, что, например, какие-то, вот давайте, например, возьмем какой-нибудь вот граф вот из этих. Но мы увидим, что вот, например, вот этот. Ну, вот этот, про него как бы сразу понятно, что он также получается вот таким вот образом, когда у нас как бы из члена, в котором есть копка Герстенхайбера, да, когда мы вот эту штуку, которая у нас фигурирует в U1, это просто в точности U1, это в точности в Хокшельд-Кост-Розенберг, подставляем в другой U1. То есть граф у нас возникает как бы тот же самый, вот. И, ну да, вот она, собственно, значит, получается, судя по всему, а, вот это один способ ее получить. И есть, значит, я тут себе писал еще один, который я, наверное, немножко забыл. Сейчас, или же не забыл. Сейчас, 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 который давайте. А, ну, конечно, да, вот это один способ ее получить. А второй способ это вот эту вот штуку рассмотреть как гамма-2, гамма-1. То есть мы рассматриваем здесь вот эту операцию гамма-2, гамма-1. И здесь у нас будет, значит, вот просто обычный Хокшельд-Кост-Розенберг. То есть вот если мы раздуем вот эту гамма-2, гамма-1, то это будет две точки и, значит, вот одно ребро. Вот. И, ну, и, в принципе, всего выходят три ребра, и мы можем эти три ребра любым образом разбросать между этими двумя вершинами. Вот, в частности, можем разбросать так. То есть это как бы иллюстрирует тот феномен, что у нас каждый граф с 2n плюс m минус 3 ребрами получается из разных частей нашего тождества. И, значит, это сейчас будет связано с тем, каким образом получаются веса. Веса при этих разных получениях, они тоже разные. Вот эти коэффициенты c, ну, коэффициенты, которые контрибутируют в это вот c. И нам нужно показать, что сумма всех этих контрибуций равна нулю. Вот. И теперь, на самом деле, начинается самое интересное. То есть вот у нас по формуле этого самого вот это равно нулю, а с другой стороны это равняется вот как бы интегралу. Ну, давайте я этот рациональный множитель отброшу. По, значит, сумме стратом по стратам типа s1. Сейчас я напомню, что такое страты s1. Тут я пишу ds1, а тут я пишу, значит, вот по вот этим e, гамма-штрих, там вот этой нашей формы, плюс сумма по стратам типа s2. То есть это вот мы говорили, когда описывали нам в конце прошлого занятия, грани, вот представляли вот эту всю cmn-bar, nm-bar как многообразие с углами. Мы, значит, вот описывали это все дело как там такое дерево. И вот как бы первые этажи, вот самое первое вырождение, это вот оно имеется двух типов, s1 и s2. Я сейчас это напомню, конечно. Интеграл по ds2, вот, и тут будет то же самое. e гамма-штрих. То есть, значит, то, что написано пока, это написано следующее, что у нас, грубо говоря, вот есть формула стокса. То есть можно представлять себе такую картинку, как куб, например. Вот куб, типичное многообразие с углами. Вот у нас есть, допустим, трехмерный куб. Вот мы интегрируем по его границе некую замкнутую форму, то есть по нему саму, по самому некую замкнутую форму, нет, то есть по его границе, да, замкнутую форму степени 2. То есть форму степени 2, замкнутую. Ну и мы просто говорим, что, ну, этот интеграл равен сумме, как бы по всем стратам к размерности 1. Вот больше тут ничего не говорится. Другое дело, что в нашем случае эти страты к размерности 1, они более интересны, и сейчас мы вернемся, как бы, к их описанию, да. Давайте, может, делаем небольшой перерыв и потом продолжим. Ну, минут под 5 или 4, ладно. Он тоже устает, что к ним прыгну. Все, как вода? А вы еще не пробуете? Да что, я же вам дал, ну, что такое? Я бы слышал, выходил вот на первый день. Ну, ладно, как хотите. Добрый день. Как жизнь-то? Тихонько, а как? Нормально. Завтра, то есть не завтра, а в четверг приедет вот из Москвы, да, на 7-й саббат? В среду. А, в среду, да. В среду. А, в четверг это по Риму-Роху, да, семинар? А мотивность, если на в среду. Да. Наверное, приду, да. Я просто и на прошлый раз бы пришел на Вавилова, но, наверное, интересно было, да? А если у меня было переписывание, а правильно вы спросили? Не, я хотел бы прийти, просто у меня не было. На самом деле я на 3 дня уезжал там, поэтому у меня просто не было. Да, и, кстати, записи нет, потому что записи Вавилова нет, потому что это был Фомин. А, Фомин, но не в этой комнате, а в той. Ну вот, да, вообще, он, как говорят, что Шаббат придет. Шаббат же был в Дубне, Шаббата все видели в Дубне, нет? Кто был в Дубне? Да, ну, например, там, не видел. Да. Сейчас, а это будет на Вавилове, на, в смысле, на линии 14? Да, да. Нет, на 14 линии. Да, да, на 14 линии, в 430, в 200, в 1, ну, как в 100. Ну, да. Интересно, что здесь не вызывает аудитории, не в 3, 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 в 3. На МКН четко большая аудитория, они, там, в 3, в 3, в 3, в 3, в 3. А, да. А вот в 200, там, действительно, непонятно, да? Не, ну, 203, она такая условно большая, но это все-таки вот, вот это специально. Ну, да, тоже непонятно, я думаю. Ну, да, согласен, да. Первое, это бухгалтерия. Ну, вот говорят, что оттуда из бухгалтерии есть отличный выход на балкон. Да, да? Ну, да, там же балкон виден вот из этой 203, и вроде как из бухгалтерии можно туда выйти. А, из бухгалтерии можно туда выйти? А, из бухгалтерии на балкон выйти? Не, ну, я бы посмотрел, как там балкон, это же интересно. Но просто мне сказали, что можно… Не, можно попросить их, чтобы тебе… Ну, да, вы решили пройти. Ну, вроде бы говорят, что это за решат. Знаете, вот, и… Знаете, что делать сообщество? Вот, не знаю, нет, я как-то… Там, в общем, какая-то серия, они… Но оказывается, что на самом деле миру управляют те, кто ченит кондиционеры. Что это такое тайное общество, что они на самом деле все равно говорят. И все же самое, что на самом деле миру управляют бухгалтеры и сонки. Да. А все кондиционеры, мне кажется, скоро запретят. Ну, по крайней мере, в Европе. Где в России нет, да, в России нет. Нет, а в Европе там… В Америке, в Америке тоже нет. Потому что в Америке все там начнут умирать ли с кондиционеров. А в Европе, я думаю, запретят. Потому что там все экономит. Так, как в Европе это не много? Немного? Ну, в смысле, их же много. Ну, кстати, не так много, как у нас, на самом деле. Да. Конечно. Абород в России их мало? Не, ну, у нас, например, вот, я не знаю, в Питере, наверное, то же самое. Ну, вот в Москве, ну, я думаю, то же самое. Но в Москве, например, когда 25-30 градусов, никто не пойдет в кафе, какой-нибудь в ресторан, если в нем нет кондиционера. Так это кафе или ресторан? Нет, а в Европе нету кафе и ресторанных кондиционеров. Люди при 30 градусах или даже 35 сидят даже на уличных террасах. Вот с них течет пот, и они там что-то едят. Вот меня это всегда немножко удручало. То есть я думал, им комфортно это вообще? Вот, но так, тем не менее, нет. Нет, ну, не, ну, частные люди, ну, не, ну, здесь тоже, здесь действительно, в домах, вот, у меня, например, нет в квартире кондиционера, которую я снимаю, вот. И как даже непонятно, я бы с удовольствием поставил, и, наверное, хозяйка была бы не против. Может быть, я, кстати, так даже и сделаю, потому что, ну, мне придется заплатить за это, конечно, наверное, она больше половины тоже точно не отдаст. Но, с другой стороны, понимаете как, ну, я смогу летом существовать. Вот, не знаю. Вот, то есть вот, может быть, что-нибудь там, статью другую напишу, а так я буду страдать. Ну, не знаю, как-то я плохо переношу. Как же, в Советской, мне кажется, такой жары регулярно не было. Ну, я не думал, я жил тогда, в отличие от вас, извините за наезд. Я как бы помню, да, что там, когда летом 25 градусов, это уже считалось жарко, в Москве, сразу все там на дачу уезжали, я тоже куда-то уезжал. Да нет, это во всем мире так, ну, нет, нет, я думаю, что это просто, ну, это не шутка. Ну, я не знаю, ну, вот зимы были более холодные. Ну, вот люди говорят, что это не глобальное притепление, а зоны как-то перемещаются, и что вот они, ну, человеческий вес недолго, поэтому, что у меня половина везде было холодно, а половина везде было жарко, но, кажется, что все повысилось. Ну, вот есть один пример, который мне таксист какой-то в Европе говорил, который я просто запомнил, что насчет вот того, что со временем все меняется. Например, если вы смотрели, ну, видели же, конечно, вот эти замечательные картины Брегеля, это там был по 1600-е годы, фламандская живопись. И там у него каналы, ну, это каналы, вот в Афландре или в Голландии, там, через, грубо говоря, такие же каналы, как каналы в Амстердаме. Они все покрыты льдом, и дети на них катаются на коньках, на санках, и вообще сейчас ничего такого нету. Там они все какой-то там грязным, вонючим миксом всевозможных соединений, там, у них, и они, главное, что они не замораживают, не замерзают. То есть, а тогда они замерзали настолько, что там просто, ну, вот, я не знаю, вот та вот картина Брегеля, которую там, помню, называется, Охотники на снегу, которую вот в фильме Солярис там показывается крупным планом, много там разных ее фрагментов, но там же полно всякой жизни, на льду полностью замерзшая канал. Нет, так что, в принципе, вот как-то климат меняется, но не знаю. Нет, так я говорю про то, что вот такие, типа, ну, то есть, что вот такие пикообразные штуки, что они всегда были. Не верите во что? Законы я не расслышал, что закона. Ну, я говорю, что я вообще вот читал, как бы, троговальные появления, то есть, я не знаю, там, ну, не знаю, информация о том, что должно быть похолодание, там, через туалет. То есть, его говорят, что, ну, просто вот, в том числе, тропогенные факторы, там, вот, выбросы СВ2, то есть, ну, как бы, парниковые лекции, то есть, это, как бы, то есть, серьезная проблема, то есть, это глобальный риск, чего есть, этим все занимаются, то есть, мне кажется, это... Не столь глобальный, вам кажется? Наоборот, я говорю, что это глобальный. Нет, ну, вообще, правда жизни, как мне кажется, заключается в том, что есть, как бы, мегаглобальный риск, а есть, может быть, и риск, но меньше. Вот мегаглобальный риск – это смещение магнитных полюсов, потому что это вообще происходило, вот что, ну, происходит, это же известная вещь, и это известно, что магнитный полюс, этот самый, такой, северный, да, что он так, нет, ну, просто вот в идеале магнитный полюс и географический, должны, вот это healthy situation, так сказать, для нашей планеты, а оно сейчас съезжает магнитный от географического, причем оно там, поэтому, собственно, северное сияние и видно там в Тверской области иногда, и, ну, лет пока еще, ну, уже сейчас лет 10, наверное, будет в Ленинграде, все в Питере, все время, ну, а? Знаете, что ли, парень, я буду, наверное, как бы повлиять на Тверской области, да? Да, совершенно никак не повлиять, но при этом в этом-то и есть огромный риск, потому что, ну, у меня просто есть знакомый человек, который, на самом деле, бывший математик, он, ну, он бы, наверное, ну, скажем так, не бывший, он, может, и занимается математикой, но в какой-то момент он стал заниматься, вот, какой-то решил там диффенциальное уравнение с граничными условиями, и стал, вот, в частности, в Париже, там же с ее большим человеком по, какому-то там, в науке про землетрясение, в ее науке, вот, и он, в частности, там, говорил про то, что, ну, вот, мысли, я его задавал вопросы, он там обсуждал, ну, то есть, вот, и читал тоже об этом, но это, этот самый процесс, который происходит катастрофическим образом, то есть, у вас в том смысле, что у магнитного поля появляется много сингулярностей, когда, то есть, оно вот не то, что вот оно вот так, то есть, в какой-то момент они меняются местами, происходит такой свитч, но этот свитч происходит там раз, ну, условно говоря, в сотни тысяч лет, причем известно, что уже сотни тысяч лет этого свитча не было, причем, насколько я понимаю, механизм, на самом деле, как-то так толком не понятен, известно, что на каждой, вот, из планет Солнечной системы, где есть магнитное поле, этот свитч занимает принципиально разные времена, то есть, там, где-то он там каждые 10 лет происходит, да, у нас вот раз там в сотни тысяч, при этом, когда это все происходит, получается такой реальный излом, то есть, вот это вот, как бы, магнитное поле, функция которого, чтобы мы защищались от жестких космических лучей, то есть, этот человек мне конкретно говорил, что действительно, когда это происходит, это, как бы, процесс, несовместимый с жизнью на Земле, по крайней мере, это, там, катастрофа в фантастическом масштабе, несовнимая ни с чем другим, ну, кроме, там, не знаю, уничтожения. Видимо, так, как Айт Полькедилов много раз, получается, как вы имели, да, и это, и это удивительно, и это, наверное, и это он говорил, что удивительным образом умеют понимать по, вот, каким-то, там, намагничиванию магнитных, вот, этому, вулканических пород, то есть, там, вот, как бы, этот спин, как-то, там, вот, он, как бы, застывает каким-то образом, когда извержения, там, вулканов, которые были очень давно, и видно, вот, как это происходит, вот, и с тех пор, значит, вот, то есть, мы знаем, вот, чисто научно, что это уже несколько раз происходило, вот, по изучению... Нет, другое дело, что, я думаю, что изменение климата, возможно, с этим свитчем связано. Также этот человек мне говорил, что, на самом деле, текущая, вот, научная литература, по которой что-то можно понять по климату, она сейчас, в общем, имеет секретный статус. То есть, вот, например, он работает, то есть, вот он работает, скажем, там, в этом университете, у него есть доступ, там, так как он этим вопросом... Ну, нет, даже он, по-моему, говорил, что даже у него нету, потому что он занимает... То есть, вот, есть, короче, довольно узкие комьюнити людей, которые занимаются климатом, и люди даже из того же университета, но из других комьюнити, им, в общем, недоступны какие-то матери. Ну, потому что в этом-то ведь и есть самое вообще, то есть, во всех этих... Скорее всего, я думаю, что, ну, как мне, по крайней мере, кажется, что главный фактор – это, там, магнитное поле. Ну, мне кажется, что все вот эти выхлопы, это, наверное, тоже важно, ну, вот, ну, мне кажется, что, не знаю, может быть, важно, я не знаю, не могу сказать. Не, ну, а потом, когда Nord Stream, так сказать, взорвали, сколько этого там газа? Никто даже посчитать не может. Ну, это то, что взорвали сильный поток. Nord Stream 1 и 2. Сколько этого газа? Там же там вообще просто, наверное, ущерб экологии. Не, ну, то есть, просто никто, главное, об этом так особо даже и не говорит. Вот, когда там какие-то заводы этот СО2 там выбрасывают. Вы имеете в виду и выделение газа по коровам? То есть, вы верите в эту идею Билла Гейтса? Ну, я не узнаю, как вы имеете в виду. Но Билл Гейтс говорит, что нужно переходить на искусственное мясо, потому что коровы, и, так сказать, в их роли в увеличении СО2, она огромная. Я не слышал, да, как про Билл Гейтса. Не, не, это он всячески, я просто видел даже интервью какие-то. Поэтому надо вообще становиться, ну, переходить на какую-то, либо, ну, я не знаю, покупать только какое-нибудь определенное мясо, либо еще лучше отказаться от мяса. Пока можно рыбу есть. Про рыбу пока еще не говорят, что она выделяет СО2 в больших количествах. Вот переходите на рыбу, а то потом будет сложно. Вот там потом, за короткий промежуток времени нужно будет как бы перестроиться. Ладно, это была шутка, не берите серьезно. Вот, если Китай все производит, вот, да если бы он не загрязнял, то цены бы там потребительские, товары увеличились бы в три раза. Но я думаю, что европейские или американские потребители были бы не очень этому рады. Ну, я не знаю. Ну, да. Ладно, значит, все. Значит, мы говорим об этом. Давайте мы, я теперь напомню про вот эти страты, да, граничные. Давайте что-нибудь постираем. А, ну, это мы обсуждали. Ну, давайте я сейчас не буду об этом. Могу потом вам сказать. Потому что мы это говорили. Там дело в том, что или бесконечный сморфизм, он переводит, из G1 в G2, он переводит решение уравнения Мауэра-Картана в одной, в G1, в некое решение Мауэра-Картана в G2. Причем есть даже некая явная экспоненциальная формула, как он это делает. Вот. А решение уравнения там Мауэра-Картана в G1 это просто пласонов бивектор, а в G2, вот, в Хокшильде, вот, в поливертных полях это пласонов бивектор, а в Хокшильде это, ну, более-менее это то же самое, что квантование. Вот. Вдоль этого пласонов бивектора. Ну, это мы, наверное, вернемся даже еще. То есть я об этом точно поговорю потом, но не сегодня. Потому что мы вот сегодня, я надеюсь, все-таки это докажем. Ну, как, там одну лему, я думаю, мы не докажем, все по времени просто, но мы ее потом докажем. Звук есть нормально? А то там как-то, да? Так. Ну, вот, значит, давайте напомним S1 и S2, эти страты. Я только хочу насчет терминологии. Сейчас я не путаю. Я думаю, я правильно все помню, но все-таки я бы хотел, кто из них S1, а кто S2, чтобы вас не вести в заблуждение. Да, окей, все правильно. Вот. Значит, вот что такое S1? Значит, мы сейчас рисуем страты коразмерности 1. Значит, вот я напомню, что вот у нас, значит, C, вот это N, N. И вот, значит, были страты, там, коразмерности 1, они были, получались произведением двух некоторых. С, значит, их, это коразмерность 1. Вот, коразмерность 2 получалась произведением трех таких же, произведением трех и так далее. Ну, и то же самое на самом деле в S2, ну, давайте вот сейчас мы с этим, сейчас или, нет, это, короче, ну, да, да, хорошо, ладно. Давайте сначала с S1 начинаем. Значит, S1 это был тот страт, когда несколько точек первого типа приближались к друг другу. То есть мораль, да, для тех, кто вот не был на прошлых занятиях, я расскажу просто общую идею, что вот мы строим некую компактификацию более тонкую, чем, скажем, просто всегда, когда точки, ну, тем что-то типа одноточечной. То есть чем, чтобы сближать, более тонкую, чем коллапсирование сближающихся точек. И суть того, чего мы хотим получить, это мы хотим, чтобы компактификация обладала тем свойством, что вот наши формы, вот эти, ну, вот эта вот форма, основная наша, которая называется пропагатор, DFI, чтобы она, один форма, чтобы она как бы садилась, как гладко ограничилась, ну, чтобы вот она как бы продолжалась до гладкой формы на каждой граничной компоненте. То есть у нас, например, вот в эвклидовом случае, ну, вот вообще, да, когда точки сближаются, это просто угол, да, DFI, где там условно, где DFI, это некий эвклидов угол. Но если мы эти как бы точки просто сколлапсируем, то у нас вот с открытого куска конгерационного пространства двух точек на вот это вот замыкание, когда мы их схлопываем, форма не продолжается. Поэтому мы должны как бы вместо схлопывания еще вклеить целую окружность, и тогда она продолжается. То есть смысл вот этого. То есть смысл в том, что вот это вот делается довольно целенаправленно, и мы, собственно, подгоняем нашу компактификацию именно под эту задачу. То есть мы хотим, чтобы форма ограничивалась на каждый страт до гладкой формы. Вот. Значит, это ситуация такая, что у нас несколько точек первого типа, значит, N1 точек первого типа сближаются, сближаются и далеко от этой вещественной прямой. Вот. И значит, у нас остается N минус N. И у нас получается, что этот страт, вот этот страт, это произведение С вот этого N1, тут группа трехмерная, я напомню, вот в этом случае двухмерная, а в этом трехмерная, умножить на С, N минус N1 плюс 1, вот, M. Значит, что тут написано? То есть имеется в виду, что это мы просто по определению так делаем. То есть имеется в виду, что когда эти точки слипаются, ну, мы как бы раздуваем это через увеличительное стеклышко, то получаем целое вот такое вот пространство. Это своего рода blow-up такой вдоль диагонали. Вот. Но при этом эта точка, вот если мы посмотрим на нее издалека, когда она очень мелкая, это получается еще одна точка, которая тоже может как точка двигаться, как элемент там, не совпадать с этими и так далее. Поэтому тут стоит плюс 1. Вот это плюс 1, это вот это еще одна новая точка. На самом деле это происходит просто раздутие, если разобраться. Вот. Вот это вот так вот, вот это мы выглядим, вот это вот страт типа S1. Еще у нас было понимание стабильности, то есть когда у нас что-то там стабильно или нестабильно. Вот. Должно было быть, ну, то есть N1 больше либо равно двух точек для стабильности, да. И тогда в том, что у нас остается, оно всегда стабильно, потому что в нем как минимум вот N минус N1 плюс 1 как минимум равно единице. Это уже была стабильная ситуация. Стабильная называлась, когда N2N плюс M минус 2 больше либо равно, ну, больше либо равно вот 2N плюс M больше либо равно двух, чтобы мы могли взять фактор по двумерной группе, чтобы она действовала просто транситивно. Вот. Поэтому, значит, у нас должно быть N больше либо равно единице или N равно нулю и M больше либо равно двое. Ну, можно сейчас относиться к этому просто как к терминологии. То есть когда мы берем вот эти вот редукции, вот здесь она будет стабильной всегда, если N1 больше либо равно двух. А здесь это, а вот здесь ситуация, значит, страты S2 типа, это когда несколько точек и первого и второго типа сближаются друг с другом и сближаются вот как бы вот вблизи к вещественной прямой. То есть N1 точек первого типа и M1 точек второго типа, да, сближаются с R и, ну да, вот сближаются с R. Вот. А тут есть, значит, оставшиеся, это, значит, N минус N1 первого типа и M минус M1 второго типа. Вот. Ну, вот такая, значит, история. И тут вот интересно уже насчет стабильности, потому что вот в принципе вполне может быть, что вот здесь N минус N1 равно нулю. Ниоткуда не следует, что оно больше нуля. Вот. Тогда, значит, у нас эта ситуация может быть нестабильной. То есть нам нужно, чтобы кроме вот этих сближающихся точек оставалась либо еще одна точка первого типа, либо была как минимум одна еще одна точка вот на этой прямой. Тогда вот будет выполнено вот это вот условие. Ну ладно, давайте мы сейчас вот не будем об этом. Вот. Тогда, значит, у нас получается граничный страт. Вот это DS1, значит, вот она. Ну, DS1 это там несвязное объединение по всем там таким конфигурациям. А здесь, значит, у нас будет DS2. Вот. Оно тоже там несвязное объединение по всем таким конфигурациям. Значит, 2. Вот тут будет, соответственно, CN1, M1 умножить на CN минус N1, а тут будет M минус M1 плюс 1, потому что вот эта вот точка, рассмотренная из внешнего мира, она становится еще одной точкой, двигающейся по прямой, то есть второго типа. Отсюда плюс 1. Ну и мы считали размерности, что действительно, если посчитать размерность этого, размерность этого, размерность этого, там этого, действительно получается размерность 1. Вот. То есть на самом деле в нашем доказательстве, к которому я возвращаюсь, мы должны, как бы, вот мы знаем, что интеграл вот этой вот формы по DS1 и DS2, вот, по этим граничным стратам по размерности 1 равно 0. Вот. И теперь самая главная идея. Значит, вот у нас коэффициент при U' как я говорил, он, вот тут будет некоторая сумма, сумма разных там чиселок, и это связано с тем, что один и тот же гамма-штрих возникает из разных источников, да, то есть он может возникнуть из разных слагаемых, и каждое возникновение происходит со своим коэффициентом, которое квадратичное или линейное от исходных коэффициентов W' гамма. Значит, идея, значит, заключается в том, что мы все такие возникновения, значит, отождествляем с вот этими граничными стратами. То есть мы хотим, чтобы вот эти вот, чтобы вот эта вот сумма, которая равна нулю по формуле Стокса, и возникает просто из стратов по размерности 1 нашего пространства, чтобы вот эти вот слагаемые были один к одному с возникновением графа гамма-штрих таким образом, и более того, чтобы коэффициенты были в точности равны тем коэффициентам, которые возникают тут. Вот давайте сейчас насчет того, что коэффициенты в точности равны. Это мы способны показать уже сейчас. Вот смотрите, допустим, вот тут есть некий граф, и тут есть тоже, значит, некий граф, который вот так вот устроен. Вот спрашивается, чему равен, вот допустим, вот есть вот этот вот страт DS1, вот чему равен интеграл, вот произведению там вот по гамма-штрих, ребрам из гамма-штрих, D, FI, I, там вот PI со звездочкой, значит, вот по вот такому, по грани к размерности, страту к размерности 1, соответствующую вот этому делу. Ну, значит, ну тут надо понимать, что нету, ну, как бы что мы можем, как это называется, формула Фубини, да, то есть что на самом деле, если мы рассмотрим это прямое произведение, то форма с точки зрения этого прямого произведения становится прямым произведением форм, потому что на самом деле картинка, когда вот это все бесконечно сближается, то форма вот на этом бесконечно сблизившейся, она там какая-то там, и есть еще, значит, оставшаяся форма на внешнем мире. И форма, просто форма, которая есть на внешнем мире и на бесконечно близком, Это внешнее произведение форм, сочетание прямого произведения, просто внешнее произведение форм. И поэтому соответствующий интеграл по формуле Фубини это просто произведение соответствующих интегралов. То есть вот тот вес, который мы получаем здесь, там, ну, интегритация С гамма штрих вот отсюда, он равен произведению W гамма 1 умножить на W гамма 2. И все. А то, что мы, то есть в принципе это очень хорошо, вот этот вот факт, что мы получаем, это вот называется на самом деле факторизацией весов в топологической теории поля. И вот эта вот факторизация весов, она очень хорошо согласуется с тем, что вот в этом члене, который связан с формулой Гейстенхайбера, у нас вот то, что я объяснял до этого, вот этот граф, в нем соответствующий вес будет равен произведению веса W по первому и по второму аргументу, просто по определению, что у вас есть там W там, W там, и они просто перемножаются. И вот тут мы видим тоже, что вот соответствующий вес это просто произведение соответствующих W вот по этой факторизации. Но однако, вот мы хотим, как бы, чтобы это было один в один, и мы вот все вот вырождения такого типа и все представления вот через вот эту вот скобку Гейстенхайбера, когда мы один граф подставляем в другой, то есть мы делаем вот какие-то такие вот процедуры. Ну и действительно, как минимум, есть один момент, который для нас важен, что здесь нету вот таких вот, что здесь в принципе, когда вот мы рассматриваем страты типа S2, то у нас могут быть ребра, вот у нас есть вот эта вот группа точек, которая сближается, и есть группа внешних точек. Ну и теоретически могут быть какие-то внешние ребра, которые торчат вот куда-то во внешнее пространство из этой группы. А вот там их нету, потому что там, когда мы подставляем одно в другое, то у нас как бы вот получается, что все ребра, они как бы только дифференцируют. Вот, поэтому мы должны от этого избавиться, и мы действительно вот от таких случаев, мы хотим, чтобы на этих стратах как бы контрибуция, соответствующая, интеграл, то есть занулялся. И он действительно зануляется, потому что вот наше условие насчет глаза, оно говорило, что на верхней вот этой части глаза соответствующая функция вот этого angle function, фи, должна быть равна нулю. А, собственно, вот это внешнее и нижнее око, или какая-то, я не знаю. Вот, это тот случай, когда вот один, вот это вот два, вот так, это значит нижнее, насколько я понимаю, а когда один, вот, ну, по крайней мере, вот такое вот условие, это вот верхнее, вот, а это нижнее. Вот, ну, то есть вот тут вот он зануляется, и поэтому автоматически этот случай просто нам дает ноль, и это специально таким образом и происходит. Вот, и, значит, ну, и на самом деле можно понять, что по модулю этого контрибуция вот таких вот ситуаций, то есть вот к размерности 1s2 весов, это в точности то, что мы получаем либо скобкой Герсон Хаббера, либо еще у нас вот есть, ну, как бы это морально, это тоже скобка Герсон Хаббера, но тем не менее фигурирует она вот в этом вот формуле для дифференциала Хох, Шульда, да, когда мы вот подставляем, когда у нас тут вот, например, две точки, и мы как-то там их разносим, то есть это тот же самый эффект, это тот случай, когда у нас здесь сближаются вот просто две точки, сближаются друг с другом, а больше ничего нет. То есть смысл в том, что вот мы как бы устанавливаем сначала один в один соответствие между вот этими граничными стратами, и вот вообще всеми способами получить граф гамма-штрих, там некоторые фиксированные, с 2n плюс аминус 3 ребрами, вот из нашей вот формулы, да. И вот с этим, в общем, я бы сказал, что мы разобрались, потому что, ну, совершенно очевидно, что имеется один в один соответствие между вот такими вот стягиваниями конфигурации и подстановками вот той код-цепи, которая получается тут, код-цепи, которая вот получается тут, и вот это вот bad edge, вот это называется bad edge, вот оно, соответственно, нам убирает то, что то, чего у нас есть как бы тут, а тут нет. Вот мы говорим, что тогда его и тут не будет, и в плане интегралов. Вот, а вот с этими стратами вот типа S1 намного тоньше вопрос, потому что, ну, просто тут надо как бы рассмотреть два случая. S1, 1, вот, это когда количество точек, вот, которые сближаются, N1, оно больше либо, оно равно двум, а S1, 2, это когда N1 больше либо равно трех. Вот, вот, значит, когда N1 больше либо равно, но по N1 равно двум, у нас такие слагаемые действительно тут есть. Это слагаемые, которые приходят вот из вот этого члена, вот отсюда, да? То есть, ну, потому что тут у нас стоит как бы вот половинка этого, допустим, или же наоборот другую сторону половинка. Ну, это тот случай, когда, тот случай, когда у нас, значит, вот есть гамма-1, гамма-2, это они как бы вот сближаются, и есть вот внешнее что-то. Вот. Ну, вот мы, значит, можем сказать, что у нас сначала мы, ну, вот мы вот это интерпретируем таким образом, что вот эти вот две точки, где гамма-1 и гамма-2 сидят, они сближаются друг с другом. Тогда интеграл факторизуется, и мы сначала должны посчитать как бы интеграл по вот этой окружности, которая получается как С2, и мы получим 2π. Поэтому на некую степень 2π, равную количеству ребер, надо поделить. Вот. Мы получим 2π, и это, значит, факторизуется просто в это 2π умножить на внешний интеграл, ну, который, соответственно, есть вес W гамма, который вот из этого у N-1 как бы получает. Вот. То есть на самом деле получается как бы частично один в один соответствие, а именно один в один соответствие того, что у нас тут, с членами вот S1-1, когда N1 равно 2. А есть, значит, еще члены, когда N1 больше либо равно 3, когда больше либо равно 3 точек сближаются, и с этими членами вот здесь вот ничего не ассоциируется. И вот это вот самый, значит, тонкий момент. Это называется лемма, там, глага-длемма. Можете потом, я расскажу, конечно, на следующем занятии. Следующий занятий, вроде, никто еще лекции не читает, еще я могу почитать. Вот. Это называется, значит, лемма. Сейчас попробуем рассказать. Так. Вот, это секция 6-6. Вот это вот случай, это секция 6-6. В общем, короче говоря, в этой секции доказывается, что соответствующие интегралы равны нулю. То есть их нету вот по некоторым математическим причинам. Не то, что мы такую там алхимию развели, а по математическим причинам. То есть оказывается, что эти интегралы просто равны нулю, и это можно там вот… Это нетривиальный аналитический момент. Ну, я, значит, как сумею это объяснить, так сумею. Я бы не сказал, что я… Потому что там некое рассуждение с обобщенными функциями, то есть там с L1 интегрируемостью, то есть там что-то такое. Ну, я думаю, что я сумею это объяснить способом, который бы процентов на 80 меня бы лично удовлетворил. Ну, может, даже на 90. Ну, там какие-то упражнения останутся. Вот. Ну, в общем, короче говоря, значит, смотрите. Вот давайте на сегодня, наверное, уже нужно закругляться, и вот можно, значит, подытожить. В общем, практически по модулю вот этой лемы 6.6 и по модулю… Ну, значит, давайте пока. По модулю, значит, этой лемы 6.6 что мы говорим? Значит, первым делом мы показываем про член О1. Нам нужно, чтобы член О1 давал то же самое, что отображение Хокшинда-Костер-Розенберга. Но как мы объясняли там раньше, говорил я, у нас есть в О1 ровно один граф. Вот если тут у нас одна гамма, а тут у нас M этих самых точек, то у нас есть ровно один граф, а именно вот такой. Вот. Значит, у этого графа, соответствующая у гамма, это в точности Хокшинд-Костер-Розенберг. И, значит, наша формула вместе с этими рациональными коэффициентами говорит, что мы должны посчитать единицу на 2π в степени M, потому что 2 плюс M минус 2 на вот это вот у гамма. То есть вот, собственно, никакого другого веса… А, то есть вес получается равен единице на k-бактериалу. Нет, вес вообще… Ну, в общем, короче говоря, по модулю вот это…